Привет, это Анастасия Брюханова, и в сегодняшнем обзоре мировой прессы от «Объектива» мы обсудим сделку Пригожина с ВСУ «Бахмут» в обмен на разведданные о Министерстве обороны России. Обсудим также пропавших Лукашенко и Коня Кадырова, значимость стратегии в современных войнах и бизнес-консалтинговых фирм на войне. Ну и, конечно, будет сводка с фронта, с карты боевых действий. Поддержите, пожалуйста, этот выпуск лайком. Давайте удостоверимся, что их набралось 11 тысяч. Пару дней вот чуть-чуть нам не хватало. Поставили? Мы начинаем. В слитых документах Пентагона все продолжают и продолжают находить новые увлекательные подробности. И на этот раз журналисты обнаружили там интересную информацию про Евгения Пригожина, главу чувака Вагнера, если мы вдруг забыли. Оказывается, он предлагал сделку украинской армии. И об этом эксклюзивный материал Washington Post. Сделка заключалась в следующем. Украина отводит свои войска именно от Бахмута, где воюет Вагнер. А Пригожин в обмен на это передает Украине данные о расположении регулярных российских войск. Ну, тех, что подчиняются Министерству обороны напрямую. Пригожин и Минобороны, как мы помним, не в самых теплых отношениях. И глава Вагнера регулярно ругает и кроет матом российское военное руководство. За то, что те не выдают наемникам оружие, но вот в частности не присылают снаряды. Двое украинских чиновников подтвердили Washington Post, что такую сделку Пригожин предложил через украинское главное управление разведки, или ГУР. Он поддерживает с ними связь в течение всей войны. Один отметил, что предложение по Бахмуту поступало даже не один раз. Ну, Киев, конечно же, не стал соглашаться, потому что Пригожину, ну, ожидаемо, там не доверяют. Общался с ГУР Пригожин не только по телефону, но, как говорят, еще и лично. Якобы встречался с украинскими разведчиками в Африке, где Вагнер работает на правительство нескольких стран. Другие пентагоновские документы раскрыли претензии Пригожина к Минобороны и их подковерную борьбу за влияние в Кремле. Минобороны, оказывается, считают, что возмущение Пригожина насчет недостатка снарядов вполне себе оправдано. Но Пригожин обсуждал с ГУР не только свое предложение о выводе войск из Бахмута. Например, глава Вагнера рассказал украинскому разведчику о проблемах с боеприпасами по всей российской армии. Видимо, хотел, чтобы его хоть где-то пожалели. Также он советовал ВСУ наступать на границы Крыма, типа пока боевой дух у российских солдат низкий. Правда, проблемы с боевым духом тогда были и у Вагнера. Наемники открыто возмущались приказом наступать в Бахмуте, потому что боялись больших потерь. Киев, разумеется, подозревает, что Кремлю известно о переговорах Украины с Пригожиным. Глава разведки Кирилл Буданов считает, что Кремль может так специально использовать встречу Пригожина с украинскими разведчиками, чтобы потом объявить главу ЧВК Вагнера украинским агентом. Сам же Пригожин в ответ на эту новость сначала отшучивался в своем телеграм-канале. Он написал, что он до сих пор с Будановым все еще сидит в Африке. Да, конечно, могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. Но потом он все-таки опубликовал войс, где назвал всю эту историю домыслами и хайпом. То, что я могу сказать по поводу домыслов, которые вбрасывает Вашингтон пост. Но главное правило – не суетитесь, товарищи, под клиентом. Это то, что им хочется сказать. Пресс-секретарь Путину Дмитрий Песков тоже заявил, что история о сделке в Бахмуте – это утка. В 447-й день вторжения мы подведем итоги серии контрударов ВСУ под Бахмутом. Сейчас там фронт, похоже, стабилизировался. Украинские силы смогли подойти вплотную к село Курдюмовка. А к северу от города они вышли на водохранилище у села Берховка. Таким образом, ВСУ решили несколько задач. Во-первых, они разблокировали две дороги снабжения своего гарнизона в самом Бахмуте. Также они захватили ряд важных высот, которые теперь позволяют наносить более точный огонь по подразделениям Вагнера. Кстати, на этом направлении украинские войска поразили несколько важных штабов противника. Российская Минбарона официально признала гибель командира 4-й мотострелковой бригады Вячеслава Макарова, а также замполита 2-го армейского корпуса Евгения Бравко. По словам украинских военных, на отдельных участках фронта они продвинулись до 2-х километров. А вот в самом Бахмуте вагнеровцы продолжают наступать на западную часть города. Вчера наемники смогли захватить несколько домов. То есть в целом, несмотря на украинские контрудары, вагнеровцы все еще могут наступать в самом Бахмуте. И они пытаются полностью взять город. До какого-либо окружения наемников в самом Бахмуте очень далеко. Пока украинские силы провели только ряд локальных атак теми небольшими подразделениями, которые имелись на фронте. Резерв, который готовится к наступлению, украинская армия еще не применяла. Не исключено, что украинские контрудары возобновятся или вот уже начнется то самое наступление. Ведь в этой разведке боем генералитет ВСУ получил более-менее ясное представление о мощности российской обороны. Кстати, глава наемников Евгений Пригожин продолжает пикироваться с генералитетом. Причем даже уже не по своей инициативе. Вчера внезапно член Комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев осознал, что Вагнер это, вот сюрприз, незаконное вооруженное формирование. И мобилизованным, которые вздумают туда перевестись, вообще-то может грозить 15 лет в тюрьму. В ответ Евгений Пригожин призывал российские власти проверить этого генерала на предмет сотрудничества с украинской стороной. А самого, цитата, картонного генерала показаться на фронте. В канун наступления украинская армия продолжает наносить удары по военным объектам в глубоком тылу российской армии. Вчера утром ракету ударили в бывшее авиационное училище в Луганске. Окупационные власти не сообщают о потерях, так что вполне возможно, что училище использовалось для размещения военных. Кроме того, в Луганске вчера взорвали так называемого главу МВД ЛНР Игоря Корнета. Взрыв произошел в барбершопе, куда он заехал подстричься. Сообщается, что Корнет сейчас в реанимации, а кроме него пострадали еще семь человек. Украинские военные блогеры пишут, что как минимум шесть из них — это охрана Корнета. Напомню, что Игорь Корнет стал, так сказать, первым в истории ЛНР успешным путчистом. В 2017 году он отказался подчиняться приказам тогдашнего главы этого недогосударства Игоря Плотницкого и начал арестовывать его людей. В результате этого, с позволения сказать госпереворота, Плотницкий бежал в Россию. С тех пор вообще непонятно, что с ним и где он. И это был первый успешный переворот в ЛНР. До этого Плотницкого пытался сместить Цепкалов, бывший глава республики. Его задержали, а потом нашли повешенным в камере. В Украине продолжаются задержания чиновников по обвинениям в коррупции. Теперь под раздачу попали судей Верховного суда. Его главу Всеволода Князева задержали при получении взятки в почти 3 миллиона долларов. Антикоррупционное бюро Украины утверждает, что разоблачило масштабную коррупцию в Верховном суде Украины. Украинские источники утверждают, что всего обыски прошли у 18 судей Верховного суда. У него была какая-то тактика, и он ее придерживался. Весь последний год война у Путина идет строго по плану. Однако этот план не дает никаких результатов, а наоборот приносит одни провалы. Амбициозные замыслы этого великого геостратега никак не хотят превращаться в реальность. Потому что стратегии как таковой вообще-то у него нет. Вместе с Блумберг давайте разберемся, чем так важна стратегия и как правильно ее выстроить. Стратегия — это умение получать то, что мы хотим при помощи того, что у нас есть, при этом противостоя внешним силам. Хоть это определение и дали еще древние мудрецы, с тех пор мало что изменилось. Построить эффективную стратегию по-прежнему можно только просчитав шаги наперед и адекватно оценив возможные риски. А еще нужно знать ряд непреложных истин. Путин, видимо, о них не в курсе. Итак, истина первая. При достижении цели нужно использовать все доступные инструменты, а не только самые очевидные. Ну, вроде войск или ракет. Нельзя отдавать все на откуп генералам. Как говорится, если у тебя в руках молоток, то все проблемы начинают казаться гвознями. Намного большего можно добиться, если использовать другие инструменты. Например, дипломатию, экономические рычаги, давление, личные связи. И это хорошо понимает как раз Украина. Пока Путин упрямо долбит украинские города ракетами. Зеленский получает поддержку мировых лидеров. Договаривается о поставках вооружений. Настраивает весь мир на поддержку Украине. И что в итоге? Россия изолирована, Путин стал изгоем, да и военная машина, на которую возлагались большие надежды, дала сбой. Пригожинские жалобы о дефиците боеприпасов уже стали мемом. А еще Путин сам себя лишил главного рычага давления. Продажа топлива в Европу. Украина же работает не только на военном фронте, но и по всем остальным фронтам. Экономике, дипломатии, международному имиджу. Истина вторая. Хочешь жить, уме вертеться. Хороший стратег использует смекалочку и находит преимущество в самых неожиданных местах. Казалось бы, вот до зубов вооруженная Россия. В первые дни войны должна была катком прокатиться по Украине, равняя все на своем пути. И об этом говорили буквально все аналитики. Кто-то давал Украине 72 часа, а кто-то так быть неделю. Несмотря на военное превосходство России, Украина не только выстояла, но и дала отпор благодаря активному использованию новых технологий и передовых военных тактик. Иногда и беспилотники оказываются намного эффективнее танков. Истина третья. Стратегия — это всегда продукт политической системы, в которой она рождается. Автократ, нацеленный на единовластное правление, имеет привычку особо не прислушиваться к другим. Да и эти другие боятся ему слово поперек сказать. И поэтому молчат на всякий случай. И в итоге получается стратегия, полностью изолированная от реальности. И война уже год как идет по плану. В демократиях же планы обычно вырабатываются с учетом разных мнений, что позволяет предусмотреть возможные риски и слабые места. Истина четвертая. Универсальной формулы успеха не существует. Любую стратегию всегда нужно приспосабливать под текущие реалии. И совсем не факт, что то, что сработало в Крыму 9 лет назад, можно повторить с тем же результатом. Пока что в битве за скорость адаптации Украина побеждает. Результат нынешней войны неопределен. Удачное решение, принятое в ключевой момент, может кардинально изменить ее ход и расстановку сил. Причем это решение может быть принято как в России, так и в Украине или даже в США. Однако, чтобы принять такое решение, надо обладать максимально точными данными. Знать как свои сильные, так и слабые стороны, так и преимущества и недостатки противника. И в этом деле ведет Украина. А единственное, в чем действительно преуспел наш великий геостротег, так это в тактических перегруппировках и жестах доброй воли, под которыми обычно скрывается не столько раздолбайство российской армии, хотя и оно тоже, сколько полное отсутствие какой-либо стратегии доиздравого смысла. Сегодня крупнейшие предприниматели читают новости так же, как и мы, со страхом. Вот Россия напала на Украину и приходится закрывать из-за санкций свои производства. То США с Китаем опять ссорятся и Пекин начинает вдворять иностранных бизнесменов. Но бизнес-консультанты нашли способ вернуть корпорациям уверенность в завтрашнем дне. И как, выясним вместе с Financial Times. В последний год бизнес-консультанты активно продвигают услуги по оценке геополитических рисков. Они придумали идеальный план. Они стали связующим звеном между крупными компаниями, которые хотят этих рисков избежать, и бывшими военными и дипломатами. И такая практика особенно распространена в США. Государственный деятель высокого чина после выхода на пенсию или в отставку начинает консультировать корпорации. Поделиться таким экспертам есть чем. Они не один год своей жизни потратили на изучение разных странах, политических режимов и экономических условий. Некоторые даже в них работали, а значит находятся в курсе почти всех подводных камней. Короче говоря, бывшие руководители аппарата Белого дома, Пентагона, экс-заместители американских госсекретарей, директоров разведки ЦРУ, генерала, адмирала в отставке. Все они сейчас просто нарасхват. Причем заполучить таких специалистов можно как на постоянный контракт, так и на разовое мероприятие, что называется. Например, если фирма планирует закрепиться в каком-то регионе, то ей потребуется геополитический прогноз на 5-10 лет вперед. Другим компаниям необходимо просто оценить текущую обстановку в отдельно взятой стране. Некоторые корпорации просто заказывают у экспертов аналитические материалы. А еще есть вариант купить подписку сразу на весь спектр услуг по оценке рисков. И тогда консультанты проведут комплексный бизнес-анализ, распишут долгосрочные и краткосрочные прогнозы, подкрепив отчеты данных. Отрасль эта новая и пока что особенно не регулируется, а значит цены на такие услуги еще не устаканятся. Однако где есть спрос, там есть и предложение. Война еще идет, и мир совершенно точно будет долго бороться с последствиями, даже после ее окончания. Более того, кто даст гарантию, что очередному автократу не придет в голову идея начать еще один вот такой конфликт? Вот бизнесу и приходится теперь все это учитывать, всех этих автократов. А потому консультанты еще долго будут на коне. Помимо услуг по оценке геополитических рисков, они уже помогают компаниям создавать даже собственные подразделения для решения подобных задач. А значит перспективы для масштабирования, как говорится, в бизнесе есть. А знаете, на что еще можно купить подписку? Ну, разумеется, на поддержку нашего канала. Есть несколько уровней в зависимости от того, на какую сумму вы готовы нас поддерживать. Еще вы можете выбрать платформу, на которой вам будет делать это удобнее. Бусти, Патреон, Ютуб. Вы можете нас поддержать так, как вам удобнее. Переходите по ссылке в описании, там вся информация. Спасибо большое за вашу поддержку. Президент Украины Владимир Зеленский вчера заезжал в Великобританию и встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Перед этим он уже был в Берлине, первый раз с начала вторжения. И в Париже, где тоже встречался с лидерами стран. Результат визита в Лондон – новая военная помощь Украине от Британии. Она включает в себя сотни ударных дронов с дальностью в 200 километров и ракеты для систем ПВО. Также Сунак подтвердил, что этим летом британцы начнут обучать украинских пилотов летать на западных истребителях F-16. Поставок именно этих самолетов и добивается Зеленский последние месяцы. Глава Чечни Рамзан Кадыров решил не отставать от Пригожина в вопросе сотрудничества с Украиной. Он заявил, что украинские спецслужбы помогли вернуть ему коня. Коня зовут Зазу, и он с 2014 года застрял в конюшне в Чехии, потому что на Кадырова наложили санкции. В марте этого года Зазу из Чехии украли. Теперь Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что украли коня украинцы, а затем они вернули животное хозяину за 18 тысяч долларов. В конце поста Кадыров порекомендовал услуги украинских спецслужб. Вчера был день богатый на находке. Нашли не только коня Кадырова, но и белорусского диктатора Александра Лукашенко. Он появился на публике впервые с 9 мая. Тогда, на День Победы, Лукашенко даже не стал зачитывать речь в Минске и предоставил это своему министру обороны. Вчера же он посетил командный пункт белорусских ПВО. На видео Лукашенко говорит хриплым голосом и явно с труду. Депутат Российской Госдумы Константин Затолин подтверждал, что Лукашенко болеет, но чем именно не сказал. Сказал, что это ни ковид и ни что-то сверхъестественное. Несмотря на болезни, кое-что интересное Лукашенко все-таки заявил. Он открыто сказал, что в субботу Россия потеряла в Брянской области 4 военных порта. Сами российские власти при этом официально признали потерю только одного вертолета Ми-8. Авиакомпания Азимут начинает прямые полеты из Москвы в Тбилиси уже завтра, 17 мая. Так сообщают СМИ. Самолеты будут летать 7 раз в неделю. Азимут не попал под европейские санкции, поэтому агентство гражданской авиации Грузии выдало ей разрешение на полеты. Помимо Азимута, агентство рассматривает еще 4 заявки на прямые рейсы, в том числе от грузинских авиалиний. Билеты в Тбилиси у Азимута стоят сейчас 17 тысяч рублей в одну сторону. Напомню, что прямые рейсы между Россией и Грузией не летали с 2019 года. Тогда в Грузии были протесты против выступления российского депутата в парламенте, и после этого Путин полеты запретил. И теперь вот запрет снят. Но летать в Грузию смогут только авиакомпании, на которые Запад не накладывал санкции. В самой Грузии реакция на разрешение прямых рейсов была смешанная. Правящая партия одобряет, а вот оппозиция говорит, что это индикатор теплых отношений между грузинским правительством и Россией. В это воскресенье мы с вами следили за выборами в Турции, где Раджет Таип Радаган улетел на второй тур против лидера оппозиции. Но в тот же день прошли выборы еще в одной авторитарной стране, на букву «Т» — Таиланде. Если в Турции победителя еще не определили и нужен второй тур, то в Таиланде внезапно оппозиция одержала уверенную победу. Об этом пишет New York Times. С 2014 года Таиландом фактически правят военные. Тогда тайландская армия устроила переворот, и новым премьер-министром стал прают Чан О'Ча, главнокомандующий вооруженными силами. С тех пор в стране приняли новую конституцию, по которой парламент состоит из двух палат — палаты представителей на 500 депутатов и сената. Все из 250 членов сената назначаются армией, что позволяет ей крепко держать власть в стране. Но вот выборы в нижнюю палату все же проводят. И, похоже, что проводят честно. В воскресенье из 500 мандатов оппозиция взяла целых 309, то есть большинство. На первом месте партия «Движение вперед» — молодая радикальная сила, которая обещает отменить закон об оскорблении тайландского короля. Они утверждают, что этот закон, разумеется, используют, чтобы наказать демократических активистов и оппозиционеров. Второе место заняла партия «Для Таиланда» — более старая и крупная, но тоже оппозиционная партия, которой по опросам как раз предрекали победу. Обе партии уже заявили, что готовы создавать коалицию друг с другом и еще с тремя другими прошедшими партиями. Партия же премьер-министра получила всего лишь 36 мест из 500. Сам он заявил, что результаты выборов признает. Но все это еще не гарантирует, что теперь премьером станет оппозиционер. Дело в том, что премьера назначает не Нижняя палата, а весь парламент вместе, включая 250 сенаторов, которых назначили военные. Это значит, что технически оппозиции не хватает голосов до большинства. Однако лидер движения «Вперед» Пита Липджер-Ройн-Рад уверен, что военные не станут мешать оппозиции избрать своего премьера. Все-таки победа на выборах получилась действительно убедительной. Конечно, тайландские военные вряд ли отдадут власть с радостью. Но если они этого не сделают, в стране могут вспыхнуть крупные протесты. И они уже были совсем недавно, в 20-21-х годах. Тогда правительство запретило партию-предшественницу движения «Вперед». В ту волну протестов люди впервые начали критиковать тайскую монархию. До этого это было настоящим табу. Теперь же партия, которая открыто критикует монархию, победила на выборах. И, возможно, скоро окажется в тайском правительстве. Таким был наш обзор мировой прессы на объективе. Подписывайтесь обязательно на канал. Такие выпуски мы делаем каждый день. Я знаю, что 40% из вас смотрят нас без подписки. Странно. Подписывайтесь. Ну и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok